В Челябинской области с 12 мая введен масочный режим. Его исполнение контролируют сотрудники полиции. Следят за тем, как горожане соблюдают режим самоизоляции, а также пользуются ли они средствами индивидуальной защиты. Накануне состоялся очередной профилактический рейд. По улицам города прошла и наша съемочная группа. Парк Увечного огня – одно из популярных мест отдыха у горожан. Сегодня здесь немноголюдно. Из-за угрозы распространения коронавируса гулять по его зеленым аллеям пока запрещено. Вопреки требованию, взрослые дети продолжают посещать эту территорию. Как положено, сидим дома. Иногда вот, выходим, прогуливаемся немножко, проветриваемся на чуть-чуть, где поменьше народу. Сотрудники полиции вышли в рейд, чтобы напомнить горожанам о действующем режиме самоизоляции, а заодно проверить исполнение еще одного масочного режима. Фикрет Гулеев живет недалеко от парка, а потому практически каждый день бывает здесь. До встречи с полицейскими все время гулял без маски. Говорит о том, что надевать ее надо в парке, он просто не знал. Если зашел в магазин, то, значит, маски надо. А когда здесь никого нет, то, значит, без маски можно ходить. Поэтому у меня есть маска, просто я его могу, конечно, его показать. Наденьте, пожалуйста. Да. То есть, значит, когда в магазин хожу, я обязательно его... С 12 мая на территории Челябинской области введен масочный режим. Надевать сиск необходимо в общественных местах, магазинах, аптеках, банках, там, где есть скопление людей. А значит, есть риск заразиться коварной инфекцией. На улице маску можно не носить. Здесь важное другое – соблюдать дистанцию. Расстояние между людьми должно быть не менее полутора метров. Обязательно быть в маске и в общественном транспорте. Как водителям, так и пассажирам за соблюдением мер на дороге следят сотрудники ГИБДД. Они останавливают маршрутки и проводят беседы. Уважаемые пассажиры, обращаю ваше внимание на соблюдение масочного режима и соблюдение социальной дистанции. Спасибо. Мы проверяем общественный транспорт, проверяем водителя, проверяем пассажиров, чтобы у них обязательно при себе имелись маски. Носить маски и соблюдать режим необходимо до особого распоряжения. Тот, кто нарушит ограничительные меры, поплатится рублем. Штраф на физическое лицо может варьироваться от 1 до 30 тысяч рублей. Только за последние сутки уже составлено 57 протоколов.